Кто-то будет обеспечен заказами, кому-то придется рассчитывать только на себя. Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозий начал свой двугневный визит в Свердловскую область. Сегодня он познакомился с некоторыми оборонными предприятиями. На развитие отрасли из федерального бюджета будет выделено 23 триллиона рублей. Часть этих средств может пойти и на Свердловские предприятия, но для этого промышленникам необходимо выпускать конкурентноспособную продукцию. Дмитрий Немытов продолжит. В соответствии с деталями, программисты у нас пишут программки, и мы их внедряем, и потом делаем обработку. Участок новых технологий турбинного завода даже цехом назвать сложно. Это больше похоже на лабораторию. Здесь изготавливают лопатки для различных видов турбин. Этот элемент крайне сложный, состоит из нескольких видов сплавов, и брак ни в коем случае не допустим. На современных станках точность исполнения деталей до тысячной миллиметра. Дмитрий Рогозин в сопровождении уральского полпреда и губернатора внимательно знакомится с работой цеха и спрашивает о имеющихся проблемах. Такие есть. Здесь работают над повышением экономических характеристик турбин и разрабатывают новый подход к покрытию деталей. Не жалеют денег и на техническое перевооружение. До 2013 года здесь на новые станки потратят 800 миллионов рублей. Уже мы, видите, подготовили фундаменты для еще нескольких станков. Значит, планируется приобретение нового оборудования. Местная продукция пользуется большим спросом не только в России, но и в Киргизии. Готовится первый экземпляр для ТЭЦ в Казахстане. Мы сегодня приступили к строительству вот на этом участке нового производства по электропоездам типа Дизера. Но это будет у нас уже русифицированная версия. И мы намерены ее сделать первую поставку в 2014 году. А это планами на будущее делятся руководители предприятия «Уральские локомотивы». Здесь разрабатывают и выпускают самые современные отечественные электровозы. Заказы от РЖД расписаны до 2016 года. Работа здесь буквально кипит. Кроме того, руководство группы «Синара» подготовило проект по производству дизельных двигателей для нужд военно-морского флота на Уральском дизельмоторном заводе. Дмитрий Рогозин, в свою очередь, отметил, что сейчас нам как раз нужны предприятия с двойным назначением – военным и гражданским. Деньги, которые мы вкладываем в оборону, они не должны пойти на создание просто очередных тысяч и тысяч металлических коробок, которые потом через некоторое время также будут подлежать утилизации металлому. Нам через оборонку важно всколыхнуть промышленность, вдохнуть в нее свежее дыхание. Рейд по уральским предприятиям, по словам Рогозина, это хорошая возможность посмотреть, что из станочного парка можно сохранить, а что необходимо модернизировать, как быстро можно переучить персонал для работы с новейшим оборудованием, на которое государство будет выделять большие средства. Рогозин четко поставил задачу – привести частный бизнес в оборонку, иначе ничего не получится. В некотором смысле определенный тест, тест на зрелость, потому как уже не один год выделяются денежные средства на военно-промышленный комплекс, и посмотреть, как модернизируется, обновляется производство. Сегодня нужно увидеть и посмотреть, и, соответственно, вслед за этим принимать решение. А наша задача – показать возможности предприятий Свердловской области по реиндустриализации, по развитию промышленности и как раз развитию государственно-частного партнерства в реализации такой важной задачи, как перевооружение, развитие оборонной промышленности, привлечение частного бизнеса. В ходе осмотра Дмитрий Рогозин дает наставление – Россия не может довольствоваться экспортом углеводородов. Наша страна должна стать индустриальной державой. Дмитрий Немытов, Вадим Шолохов. Информационная программа «День» Свердловская область. Редактор субтитров А.Семкин